Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 4 апреля 2004 года Тогда женский хор Астраханского музыкального училища имени Мусоргского исполнял духовную музыку разных эпох и современные авторские сочинения Художественный руководитель и дирижер заслуженный работник культуры России Нинель Никитина Фрагмент записи, который я тогда сделал, вы сейчас и услышите Отмечу лишь, что местами у него есть небольшие технические погрешности, но они, по-моему, не нарушают трепетность исполнения коллектива Итак, слушаем хор с названием «Бабочка над снегом» Композитор Юрий Евграфов, стихи Заграевской, запись 2004 года «Бабочка над снегом» Композитор Юрий Евграфов Композитор Юрий Евграфов, стихи Заграевской, запись 2004 года «Бабочка над снегом» Композитор Юрий Евграфов, стихи Заграевской, запись 2004 года «Бабочка над снегом» В одном квадратном метре расположены все работы одного художника Здесь не только картины, выполненные на совместных выездных пленэрах, но и на самостоятельных Участники нашего арт-проекта выезжали как по региону Мы ездили на Багдобск, Кунчак, мы ездили в заповедник Астраханский биосферный Мы ездили в Серьги, в какой-то икраинский район, рисовали Также мы по отдельности самостоятельно и совместно рисовали улицы города И выезжали за пределы Астраханской области Побывали на Каспии в Дагестане и ездили в Кавминводы Даже, простите, перебил, картина «Крым» называется Так что вы, ну кто-то из участников проекта побывал, надо сказать, достаточно далеко Вот я обратил внимание на этот пейзаж, он чем-то мне напоминает Испанию Я был в Испании, я видел там художественные работы И когда посмотрел, думаю, ну надо же, неужели Испания? Нет, это наш Крым Здорово Что еще? Как много участников откликнулись на эту выставку? Ну и, может быть, сколько всего занимается этим, на мой взгляд, очень интересным, любопытным проектом? На самом деле, всего участников у нас больше 30 нашего артопроекта Но откликнулись именно на эту выставку 13 художников Ну, то есть можно сделать уже тогда две выставки, да, получается? Может быть, даже две с половиной? Можно Причем не все художники повесили все свои работы Мы вывешивали не только готовые работы, но и этюды Потому что, как правило, приезжая на место, не всегда бывает время подолгу сидеть и писать У многих это была какая-то командировка, либо путешествие от отдыха Были небольшие наброски, и они объединены по несколько штук в одну раму Вот именно такой формат мы первый раз использовали Но в дальнейшем планируем повторять и делать его регулярным То есть каждый год отчитываться за проделанную работу, которая была в предыдущем году Отбор, как я понимаю, проводились сами художники Или был некий худсовет, который там советовал, руководил, требовал Это, понятно, нюансы, может быть, не всем они интересны Но вот мне почему-то захотелось этот вопрос задать На эту выставку сами художники компоновали свой авторский квадрат Но худсовет у нас присутствует Так как в арт-проекте профессиональные художники и художники-любители Самостоятельные художники, студенты есть творческих заведений То все равно отбор работ необходим И на эту выставку мы скорее не отбирали, а рекомендовали Как, что именно взять и как расположить Скомпоновать свой авторский квадрат Композиционно, по цвету, по форме На других выставках у нас обязательно присутствует художественный совет Который отбирает сначала онлайн, а потом уже на месте Я вот окинул взглядом вашу выставку Это в основном реалистическая живопись Я так понимаю, что вы в какой-то степени продолжаете Ну, традиции передвижников, наверное, можно было бы так сказать Есть такие, ну, своеобразные художники Ну, я сейчас вот Шамиля Такташева вспоминаю Который при всей реалистичности все-таки был достаточно своеобразен И когда мы с ним общались, светлая ему память Он говорил, что вот в последний период жизни Он занимался фантастическим реализмом Или реальной фантастикой Я до сих пор не совсем понимаю, что это такое Но догадываюсь, в каком пути должны быть размышления Трудно, наверное, на радио показать Потому что все-таки живопись — это эмоция в любом случае А вот в эту сторону ваши художники, ваши друзья, коллеги, они смотрят? Ну, так, по секрету скажите Тема этой выставки, ну, она подразумевает все-таки реализм И я сама пишу в русском реализме, в современном Ну, придерживаюсь, скажем, этого течения в основном Но в других выставках наши художники раскрываются по-разному По-разному совершенно, да У нас есть и очень интересная графика У нас есть очень интересная живопись У нас есть текстильная живопись Здесь рамки темы немножко они обозначали Нужно было передать то место, которое они были Которое мы посетили Но я хочу сказать, что каждый художник пишет в своей манере И если взять даже два аквалириста, трех, четырех Они все совершенно по-разному все передают Точно так же и масляная пастель, и сухая пастель, и та же самая живопись Мелкая техника – это тоже, наверное, самоограничение И требование к выставочному процессу, проекту Потому что вот я когда попал давно-давно-давно в русский музей в Петербурге Я обратил внимание, что меня ошарашила По-другому не могу сказать масштабность тех картин Которые мы знали по учебникам, по учебным пособиям Потому что смотришь, ну, картиночка где-то на какой-то странице Когда ты попадаешь в музей, ты видишь подлинность И вот это, конечно, захватывает Здесь же я вижу больше, ну, не назову это миниатюрой Но, по крайней мере, вот такой минимализм По определенному смысле слова, да, присутствует Это диктует все Пленер На Пленере невозможно прийти с метровым полотном Там нужно запечатлеть быстро настроение, цвет Колористику передать, как бы дух запечатлеть И поэтому, как правило, даже кто быстро пишет Они максимум 30-40 пишут Очень часто работы потом дома дорабатываются А когда дорабатываются работы, они могут потеряться Можно потерять вот эту свежесть Поэтому здесь работы в основном небольшие И я уже говорила, даже есть некоторые этюды По несколько штук запечатлены в одну раму, в одной тематике А на обычных выставках у нас, конечно, присутствуют и метровые полотна И чуть меньше, и больше У нас есть художник, который пишет исключительно В полуметровыми полотнами аквалилист Она пишет очень быстро И у нее совершенно нет маленьких работ Даже вот если вы посмотрите там Вы увидите, что у нее и здесь, на Пленере Она выполняет большие работы У нее большая скорость Но она и пишет большими мазками Широкими мазками и широкими полотнами Сама я вот тоже пишу не очень большими работами Ну, на Пленере Потому что меняется температура воздуха Которая влияет на положение солнца Люди меняются Как бы все меняется Очень трудно на большой работе вот это все сразу ухватить У меня сразу возникают музыканские какие-то параллели Потому что, допустим, Александр Глазунов Он писал крупные полотна Там 8 симфоний, они все масштабные Ну и там дальше перечень может быть просто Огромным и большим А тот же самый Лядов Анатолий Который писал только миниатюры И произведения у него Ну там может быть 5 минут, 7 минут Ну максимум 10 минут И, наверное, это тоже особенность стиля Опять, если взять художественную литературу Взять Льва Николаевича Толстого Который, по-моему, просто Могучий во всех пришвин тот же самый И Чехов, который пишет достаточно четко, емко И мне он ближе Поэтому я вот не скрою Я тяготею, конечно, к миниатюризму Мне кажется, ничего лишнего не должно быть Как иногда, к сожалению, или там к радости Или к необычности стиля Композитор, художник, писатель, поэта бывает Вот некая растянутая Но это с моей точки зрения Скажите, пожалуйста, а кто вот в это объединение входит? Любители, профессионалы? Хотя, конечно, перед Богом, перед искусством все равны И есть даже среди моих знакомых, любителей Которые, может быть, даже фору дадут Тому человеку, который закончил огромное количество Всякого рода учебных заведений, курсов прошел Но он, может, потерял себя Или потерялся в каких-то, запутался в стилях А вот иногда наивные художники Которые ведут одну линию Мне кажется, даже бывает иногда порой Порой интереснее Надеюсь, никого не обидел Так вот, кто входит в ваше объединение? Еще раз повторюсь В наше объединение входят профессиональные художники Некоторые из них преподают И в училище продают в художественном И в колледже арт-фэшн индустрии И студенты входят Ученики и преподаватели художественных школ Центров дополнительного образования Но и много у нас художников Которые пришли уже во взрослом состоянии В живопись Они либо учились в детской школе художественной Либо образование получали В строительных или в каких учреждениях Где преподавали основы рисунка Или конструирования Некоторые совершенно неблизкие с рисованием Уже во взрослом пришли на пенсии У нас есть и пенсионеры Среди нас есть бухгалтера, экономисты Психологи, следователи Менеджеры есть Продавцы есть Но сейчас по-другому маркетологи То есть линейка самая широкая Мы открыты всем, кто любит рисовать А так как наше сообщество все-таки рисует Астрахань Также мы открыты тем, кто любит Астрахань И гордится его уникальностью Этим городом и всем регионам Но единственное Мы объединяем всех 14+, то есть у нас взрослые люди Хотя у нас есть один, почему 14 именно? Потому что у нас есть мама Взрослая дама И у нее сын 14-летний И он активно участвует в наших, во всех выставках И различных конкурсах Я думаю, все, кто нас сейчас слушает Наверное, вот просят этот вопрос А как вас найти? Я почему-то думаю И я попадал несколько раз на ваш сайт ВКонтакте Ну, не называя, может быть, телефонов Объясните, как можно посмотреть Связаться через интернет Через электронные ресурсы Как можно связаться с вами? Кто-то услышав нас захочет Или консультацию получить Или просто прийти? Нас легко очень найти Так как у нас много разных тематических И не только проектов Можно в поисковую строку вбить Хэштег «Рисуй Астрахань» Одним словом И выйдут какие-то материалы И там по ссылке можно перейти В нашу открытую группу Которая находится ВКонтакте Так она и называется Хэштег «Рисуй Астрахань» Хэштег — это не слово Это такой диез, я бы сказал Знак «Рисуй Астрахань» Но все одним словом Группа у нас открытая Там есть сообщения Можно в сообщениях написать Что хотите участвовать Хотите присоединиться И там... Может быть побольше узнать О ком-то Да-да-да И там мы обязательно Описываем все наши проекты Анонсы выкладываем Каких-то выставок Каких-то конкурсов Поездок и всего остального На различных площадках Мы проводим мастер-классы Но для умеющих рисовать На любом уровне Мы обязательно Проводим мастер-классы Для того, чтобы Во-первых, познакомить Иногда с материалом Потому что некоторые Ну, закрываются В рамках одного материала А мы знакомим С другим материалом Да-да И во-вторых Технику улучшить Какие-то секреты Выведать у мастера У педагога Или кто дает мастер-класс У нас образовательный мастер-класс Не обучающий А образовательный Но мы периодически Их проводим До какого времени Будет выставка Вот в иллюзионе Данная выставка Будет до 15 февраля Вход сюда По входным билетам 20 рублей Если вы приходите в кино То, естественно Вы можете Совершенно бесплатно В связи с этим И посмотреть С участниками Художниками Можно познакомиться Из пресс-релиза Который В каждом Значит Авторском квадрате Висит Также у нас Представлен Небольшой фотоотчет В виде папочки На столе Там можно Посмотреть О наших поездках И оставить отзыв О выставке О впечатлении Произведен От этой выставки Напомню Моим собеседником Была астраханская художница Светлана Дюкова Продолжаем Программу Культура Национальное достояние Конечно Вы знаете Что 2023 год Указом Президента России Владимира Путина Объявлен Годом Педагога И наставника Это Как раз Хороший повод Поговорить О современном Педагогическом труде И вспомнить Наших учителей Да Собственно говоря Мы их И не забываем Вот сегодня Например Я предлагаю Послушать интервью Заслуженным работником Культуры Хармейстером Нинель Анатольевна Никитиной Светлая память Запись 4 апреля 2004 года Дополнительно Отмечу Что эта рубрика Была и будет У нас Постоянной И еще Чуть позже Мы еще раз Обратимся К архивной записи Того памятного Концерта Я не задумывала Так скажем Этот концерт Это было мне предложено Натальей Кимной Тарасовой Проректором По концертной деятельности Консерватории И я вот После концерта У меня такая мысль Возникла Что вот Сама программа Она не была Ну как бы Распланирована Что ли Она сложилась Просто как Государственная программа Как всегда Осенью мы берем Сочинения Для четвертого курса Выпускников И строим программу Конечно В плане цикличности Какой-то И вот когда у меня Появились такие Замечательные сборники Как например Сборник всех Авамарий Скажем так Зарубежных авторов У меня сразу Возникла мысль Обязательно Нужно Все эти Сочинения Авторы Различные Зарубежные Все в концерте Использовать И так же В госпрограмме Использовать А вот второе Отделение концерта Это миниатюры Они подбирались Естественно Уже Раз современные Авторы И причем наши Отечественные авторы Здесь уже мы подбирали И всегда Собственно я подбираю По плану Такого контраста Чтобы они отличались Друг от друга Естественно Своим жанровым Каким-то Разнообразием Именно вот Настолько они были Все Различные И по содержанию По музыкальному И там Были И миниатюры Такого И шутливого Характера Как вот Прибаутки Никольского Я их подбирала По плану Контраста При всем том Что все-таки Хор Училище Это не концертная Организация Не предполагает Достаточно большого Количества Концертов Мне показалось Вот пускай вас не обидят Эти слова Тема Авы Марии Она в общем-то Уже стала традиционной Это не новая тема При этом Она всегда вечна Я считаю Что это исполнение Было очень уместно Вот обращение К этому образу Деве Марии Как раз мне кажется Очень даже И было уместно Несмотря на то Что мы же говорим Что это родная сестра Авы Марии Это родная сестра Нашей Богородицы Дева Радуси У них абсолютно Идентичный текст Единственное Чем отличается Это просительно Покаянной молитвой Санкта Мария У нас этого нет Святая Дева Мария Моли за нас грешных В час смерти нашей И ныне И в час смерти нашей У нас только отсутствует Это в Богородице Это связь Мне кажется Где-то все-таки есть Еще может быть Подготовленный вопрос Как-то в Суе Коротко В заключении концерта Было сказано Что вы таким образом Отмечали этим концертом В том числе Свое 20-летие Творческой деятельности Вроде бы все недавно И вот уже 20 лет Когда-то 20 лет тому назад Я начинала свою деятельность Хоровую Я считаю Что 20 лет Это я все-таки Еще беру деятельность Свою до училища Поскольку я работала В Рыбтузе И я принимала участие В постановке Оперы Кармен Я была там хорместером И потом я работала Еще в Астраханской Государственной консерватории В оперной студии Там я тоже принимала Участие в постановке Опер Царская невеста Иоланта Вот я считаю Оттуда эти 20 лет И тут Здесь немножко Ну 19 скажем так На следующий год Я буду отмечать В училище Уже полноценное Свое 20-летие Когда-то Да 30 лет тому назад Меня эта добрая Астрахань Теплая Приютила Приветила Как я говорю Я закончила здесь Астраханскую Государственную консерваторию И конечно же Я безмерно Я безмерно Рада Что несмотря на какие Приглашения Звони Я осталась В этом добром И своем Теперь уже родном городе И в своем родном училище Несмотря на какие Предложения Вернуться назад На родину В город Магнитогорск Я все равно Никогда теперь уже Не оставлю Эту милую Теплую Добру Астрахань Задумок много хороших Дай Бог Чтобы это все свершилось И в завершение программы Мы слушаем Хоровую интерпретацию Музыки Качини А.В.Мария За органом Наталья Фомичева Поет Женский хор Астраханского Музыкального Училища Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» «Симон»